Тайны Библии Научные факты и книга книг В 13 веке до Рождества Христова Израильский народ под предводительством пророка Моисея Невероятными усилиями вырвался из египетского плена Однако свобода оказалась нелегким испытанием У иудеев, предыдущих по пустыне к земле обетованной Довольно скоро закончились запасы съестного Израильтянам уже казалось, что они обречены на голодную смерть И тут произошло чудо Однажды утром поверхность земли, словно иния Оказалась поклета мелкой белой крупой Это хлеб, который Господь дал вам в пищу Сказал соплеметникам Моисея В Библии написано, что небесная крупа, которую иудеи назвали манной По виду была похожа на кориандровое семя Она вкусно поминала мед Этот таинственный хлеб питал странников на протяжении 40 лет Выпадая каждый день, кроме суббот Он появлялся вокруг страны по утрам, а затем таял Попытки запасаться манной впрок оказались безуспешными В горшках заводились насекомые и крупа стремительно портилась Ученым издавна не давал покоя вопрос Возможно ли рационально объяснить происхождение манной небесной? В поисках ответа в середине 20 века профессор зоологии Иерусалимского еврейского университета Фридрих Шимона Боденхаймер предпринял экспедицию на Синайский полуостров В те места, где в незапамятные времена пролегал маршрут исхода Результаты оказались ошеломляющими Ученые не только предложили объяснение чуду, но и сделали фотографии манны небесной На Синайском полуострове обнаружена разновидность тамариска Кустарника, из стволов которого выделяется особая секреция Беловатое смолистое вещество с душистым запахом На воздухе оно быстро застывает в виде белой крупы По форме и размеру напоминающей зернышки кориандра У этих кристаллических зерен специфический сладкий вкус Больше всего похожий на вкус меда, когда он уже засахарился после долгого хранения Это полностью соответствует библейскому описанию манны небесной Свидетельства о смоле тамариска, как манне небесной, звучали раньше Так еще в 1483 году немецкий священник Бернард фон Брейденбах В своей книге о паломничестве на святую землю писал Что в каждой деревне в районе Синайских гор по-прежнему можно найти хлеб небесный Который монахи и арабы собирают, хранят и продают паломникам и чужестранцам Этот хлеб сладкий, как мед, выпадает почти на рассвете, подобно росе И повисает шариками на траве, камнях и веточках В 1823 году немецкий ботаник Христиан Готфрид Эренберт После серии исследований на Ближнем Востоке Опубликовал статью, в которой призывал поверить, что небесная манна Ничто иное, как секреция, выделяемая тамарийсковыми деревьями после нападения на них определенного вида тли Общественность и коллеги Эренберга восприняли его заявление с недоверием И только сто лет спустя, израильский профессор Фридрих Шимон Боденхаймер Подтвердил, что тамарийск выделяет съедобную секрецию Именно под воздействием особой разновидности тли Ареал обитания, который совпадает с современными представлениями о маршруте исхода В своем отчете по экспедиции на Синайский полуостров Профессор Боденхаймер предложил объяснение еще одного свойства библейской манны небесной В книге «Исход» сказано, что иудеи собирали небесный хлеб рано утром, поскольку с восходом солнца он таял Бедуины Синайского полуострова также спешат собирать тамарийсковую манну как можно раньше, торопясь опередить конкурентов муравьев Насекомые активизируются, когда температура почвы достигает 21 градуса по Цельсию Это происходит около 8.30 утра Как только муравьи начинают оживляться, манны исчезают Вполне возможно, что то же самое подразумевалось в Библии под словами «манна тайла» Интересом насекомых к манне объясняется и невозможность запасать питательное вещество впрок Бедуины вынуждены херметично закрывать емкости с манной, чтобы сохранить ее в пригодном состоянии Ученые объяснили происхождение манны Но почему в наше время сладкие смоляные шарики радуют бедуинов лишь весной, тогда как странствующих иудеев загадочная питательная крупа насыщала ежедневно в течение 40 лет? И можно ли научно объяснить тот факт, что небесный хлеб выпадал во все дни, кроме суббот? Вероятно, ответы на эти вопросы лежат за пределами науки Природа помогает человеку, таково ее создал Господь Но иногда Творец нарушает естественные законы И тогда происходит чудо А чудо объяснить невозможно Тайны Библии Субтитры подогнал «Симон»